Если какие-то вопросы есть, вы задавайте, пока есть время. Сейчас будет большое стихотворение из завершения нашего вечера, поэтому пока есть время, мы будем ответить на любой вопрос. Нужно! А, ну без базара? Этот чувак на моем костне. Архангел! Где этот Архангел? Напротив! Ты выходишь из метро со стороны Невского и смотришь наверх. Прямо напротив, на последней, на крышу. Там на крыше сидит Архангел, самый натуральный. Ну, он, конечно, из камня. Это географический точно, уверяю. Посмотрите внимательно. Это статуя, да. С другой стороны, еще есть ЛСД. Если ты пахнешь... Филиатичная скульптура не нужна. Так, да? А правда ли я прыгнула с балкона? А, давайте, я буду отвечать на твой очень интересный вопрос, именно про стихи, потому что я скажу так, что я про любое свое стихотворение могу рассказать, пригоди, как встали, в своем написании, о чем она. Это натуре так. Поэтому мы с удовольствием отвечаем на такие вопросы в среде рождения. Извини, какой вопрос? Про какую бабу, которая прыгнула? Да, да, правда? Да, да, правда, но это было невысоко, там, понимаешь, был второй этаж. Ну, она ненормальная была. Больно мне в руку с Шилом! Да, кстати, это было на самом деле, история происходила в одной питерской хате. Единственное, что, это было не Шилом, я не мог срифмовать ножик, мне казалось, рифму, к слову, ножик, мне нравились. А Шилом отлично было рифму, я заменил. Ну, мне ножом проткнули руку насквозь, да, ну, прямо, я же не слышал. Но это было не Шилом, это был такой островенный, страшный нож. Ну, когда меня его проткнуло, я говорю, сука, блин, я что-то сделал. Он говорит, ты же сам просил. Я говорю, ну, тогда я просил, это же был другой человек. Хотя это было всего 15 год назад, он мне говорил. Я говорю, блядь, ну, мы же все время разные, мы меняемся. Странно видно. Сознание человека, не меняющего своих убеждений, становится подобно болотной тине. Лучшим убежищем для гада, говорил динозотерик. Он был абсолютно прав вообще. Мы должны менять наше мнение, мы должны меняться. Нельзя быть каким-то упертым, вот, там, моралистом, еще кем-то. Это просто глупо выглядящийся. Да, кто-то хотел... Да. Поздравляю. Я же тебя сейчас выпью, давай. Хоть я и не пью. Звучит, что-то, что-то, вторая часть, вопрос. Сейчас? Бля, ну, давай попозже, я сейчас дочитаю, а потом поможем. Мы запусуемся еще после выступления, ты спокойно громко прочитаешь, не говоришь? Я тебя разогреваю, громко не сыну. Кого нахожусь? Че-че? И кого там 46 лет? Блин, охуенно. Если бы толбоебы всякие мозги не ебали, было бы вообще круто. А так все заебись. Мне нравится. Отвечу и потом читаю. Спрашивайте, не стесняйтесь. Эротические вопросы, вопросы о коммунальной службе, что-нибудь им ультав. Да, да. Хуй нам эта поэзия, да? Может быть, про Ильфму, Ямбу, нет? Ну, это я серийно, конечно, изображаю. Ну, че, давайте последний вопрос, и я буду читать свой большой эклобум. Будешь говорить о альбоме? Ну, в альбоме, я надеюсь... Слушайте, мы, если честно, к альбому что-то не очень. Не хочется нам альбом пока писать. Мы выпускаем синглы. Вот мы выпадем скоро новый сингл. Про Орликина, как-то ни странно. Серьезно обговариваю, да? Такая совершенно попсовая песня. Продолжим наше вот это приключение в мрачный поп. В поп-индастрию, по-моему, этого слова. Начатая на песне «Последние слова», «Такси». Будет какая-то третья часть, вот эта песня про Орликина. Будет она называться «Смотри на Орликина». Запишали ее название впервые. Если вы понимаете, это небольшая отсылка к творчеству нашего любимого писателя Владимира Набокова. Ну и так далее. Я много могу добыть эти песни. Но я поговорю о ней, когда она будет. Сейчас еще слишком рано. Все, да? Я все просмотрел? Еще вопрос. Нужно? Ну, типа Максим Тесли очень восхищается собой, как поэта. Ты восхищаешься? Ты восхищаешься, как поэта? Нет, ну восхищаешься, я не знаю. Максим Тесли... Я тебе еще расскажу. Самый главный плюс Максима Тесли, он технически охуенно все делает. То есть ты возьми его любой стих. Вот я правильно сливаю. Любой стих вы его берете. Там нет ни одной банальной рифмы. Никогда. То есть технический инструментарий этого поэта просто выше всяких похвал. И есть только два поэта, которые так рифмуют. Я вообще считаю сейчас современных. Это Тесли и Ананасова. Я вас серьезно удивил. Она тоже отлично рифмует. Хоть она не так известна. Серафим Ананасова, да, почитай. Да? Наши Цветаева. Так, ну что, все, завершили? Ну, давай, все. Последие, это точно последие. А какие вообще поэты современные вам были? Дима Гусев, замечательный поэт вообще. Дмитрий Гусев, это, по-моему, просто такая корневая поэзия, настоящая. Это вот прямо вот такой архетип выраженный сибирский. Он, может быть, не сразу нравится. У меня есть друг МСНДУ французский поэт, он вначале не очень понял какой-то поэт. Но как только он разобрался, да, он был просто восхищен. То есть Дима Гусев, как Магельштам, через его поэзию надо продираться, да, это какой-нибудь физический дискурс, тяжелый, с таким, оснащенный этим сибирским рудиментным инструментарием. Но ты все время открываешь, что ты когда его читаешь. А в поэзии это самое главное. Когда ты вместе с автором открываешь что-то для себя. И если это еще и новое, то как бы, ну, чего еще желает в поэзии? Потому что поэзия всего лишь на все удовольствие, да. Наша жизнь — это контент, ничего больше, да. Поэзия — это контент усиленный. Ты усиливаешь свою субъектность, собственно говоря, и это и есть поэзия. Все так просто.